«Мамашки в трыниках» и пропаганда «Чайлдфри в медиа». Активная пропаганда, уже многолетняя, я бы сказал. Десятилетиями уже даже. Где людям брать вдохновение заводить детей в и без того непростые времена? Древние тексты, есть такой текст Манусамхита, «Законы человечества», этим текстам миллионы-миллионов лет они передавались из устно. Там говорится, что компенсировать или возместить тяготы, которые берут на себя родители, рожая ребенка, невозможно даже за сотни лет, за века. И это говорили представители величайших культур, суперобразованных и так далее, законы Ману, это величайшая культура, где семья, дети, это было абсолютно нормой, никаких идей не возникало. Но они признавали, что это невыносимо трудно. В современных условиях любая пара, которая решается родить ребенка, для которых не так однозначны, как для, например, поколения моего или моих родителей, а просто аборт, для них неоднозначно. Они думают об этом. Они думают об этом. Не значит, что сейчас меньше... Нет ограничений социальных или религиозных, по крайней мере, в нашей стране, в Иропе. И нет финансовых или технических. Прогресс есть. Это сделать очень легко. Но пришло поколение более сердечных, живых людей, думающих людей, которые еще больше, в какой-то смысле, не защищены, чем поколение их родителей. Получается довольно жесткое сочетание. Люди хотят быть родителями, в условиях которых это практически невозможно. И получается, что они в каком-то смысле застревают. То есть, они дают рождение ребенку и хотят давать ему любовь. Но никому до этого нет дела. Выкручивайтесь сами, как хотите, вдвоем. Жена говорит, в смысле вдвоем? Он целый день на работе. У него какой-то свой проект или бизнес, или он работает на работодателе. Я выкручиваюсь одна с двумя малышами. Это ад. Сейчас это ад. И у Child Free Community, у них есть полностью все аргументы, чтобы доказать. О чем мы речь? Да. Абсолютно. Это правдивые аргументы. Единственное, что они не знают. Child Free не знает. Community. Это что чувствует мать, которая вымотана в своих трыниках до конца дня, но когда она все равно засыпает вместе с кем-то, кто обнимает маленькими ручками. Этого они не знают. Они думают, а что это? Как это может компенсировать? Они просто не знают, что это стоит. Но цена все равно очень большая, тяжелая для обоих родителей сейчас. Это очень тяжело. Фактически любая пара – это герои сейчас. Случайно ли забеременела женщина, сентиментально ли они представили родительство, а потом узнали, какое оно настоящее. Неважно, они все равно герои. Все равно каждому по звезде. Вот о чем надо. На этом фокус. Child Free Community. Идеи Child Free Community, они нас не интересуют, в принципе, не должны интересовать, потому что это комьюнити, которое скоро исчезнет. Ну, должно, по крайней мере. Ну, возможно, если все человечество тогда перейдет в Child Free, тогда все человечество исчезнет. Но у этого сообщества нет большой перспективы, поэтому нет смысла обсуждать. А что обсуждать? Это то, что родительство сейчас – это настоящий подвиг. Настоящий подвиг. Причем женщины хотят кормить детей максимальное время, грудью, чего не было никогда. Аборт является странной вещью до сих пор. Хотя в моем детстве это было вот на так. Просто на так, да. А подумаешь, да. Поэтому здесь больше именно фокус на то, что это сложно и как это, да, а на то, что это героический поступок, и надо так и относиться. Мужчина, который тянет женщину и двоих малышей, который в свою очередь одна там 8-10 часов дома сражается с БТО, это герои. И этим героям очень тяжело. Один вымотан работой, он приходит домой, и он видит, что жена еще ищет его поддержки. У него нет сил, он их оставил уже на работе. И он должен еще что-то дать жене, отпустить ее на парикмахерскую. Поэтому. Ну, о чем, вот, не знаю, можно посоветовать задуматься людям, которые однозначно настроены на тему того, и у них, опять же, есть аргументы, и это смакуется везде в кино, в медиа, как плохо, как тяжело иметь детей, что-то. Да, в комедиях устраивается. Что ложится на вторую чашу весов? Именно то, что вы... Да ничего. Просто 50 лет, 60, гедонистической, просто вот такой, типа, кайфово-раслабушной жизни и пустота. Ничего, просто ничего. Об этом говорят серьезные люди сейчас. Итог очень, как бы, он грустный, потому что это просто ничего. Все, что ты сделал, все, что ты отжал, как бы, за счет того, что не имел детей, не принесло вообще ничего. Да, ты не вставал ночами, да, ты там не возился с памперсами, не мыл помпки и так далее. Ну, в принципе, что ты сделаешь, если это не сделаешь? Что ты получишь, если это все не сделаешь? Ничего. Ноль. То есть, ты не закрыл какую-то фундаментальную человеческую потребность оставить после себя? Что-то стоит? Это больше, чем даже оставить что-то, потому что те же самые child-free-философы, они скажут, те, кому ты оставил, так же сдохнут, и они никому не оставят, и это просто дурная цепочка, все-все кому-то оставляют. Рочный круг. Да. Но здесь больше и более глубокие вещи, то есть, что родительство является второй ступенью духовного развития человека в плане бескорыстия и служения после супружества. То есть, мы получаем любовь в детстве, если получаем, да, родителей. Мы получаем поддержку, любовь друзей, позже единомышленников, да. Позже мы развиваем какое-то уважение и любовь к тому, чем мы одарены и что мы развили. И самая точка, когда мы начинаем отдавать, вот человек действительно прогрессирует, вот то, ради чего живет человек, это начать отдавать, научиться. Это супруг. И когда люди потренировались друг на друге, пара отдавать друг другу, да, любовь, они говорят, теперь попробуем отдавать оба, вообще так, чтобы не ждать ничего. Мы друг другу отдавали. А здесь будет кто-то, кому мы отдаем и забыли. И этот навык, конечно, можно развить с ребенком, взятым из детдома, домашним питомцем, конечно, тоже. Я не говорю, что семьи, которые не имеют детей или не хотят детей, они не могут в этом плане продвигаться, да. Но вот сама идея, что человек чувствует, что жизнь прожил не зря, тогда, когда он научился и в течение какого-то длительного времени отдавал, не ожидая взамен.